В миасских домах вновь зазвучит проводное радио. Неоднократные жалобы горожан были услышаны. Под свой личный контроль ситуацию взял глава администрации Станислав Третьяков. Напомним, ремонт сетям потребовался после майского снегопада. Из 4 тысяч абонентов по всему городу только в Машгородке. Почти полторы тысячи остались без радиовещания. Миассы, уставшие от молчания приемников, с просьбой решить проблему обили пороги всевозможных инстанций и даже напрямую обращались к властям. Вы в Ростелеком звонили? Мы звонили миллиард раз. А что говорят? Поломка, обращайтесь. У нас Прохоров обращался и к вам в администрацию. И в Челябинск звонил. Осталось звонить уже только к его этому звонку. После обильных осадков и шквалистого ветра в связи с Ростелекома столкнулись с проблемой оборванных сетей. Задачу усложняло и то, что не везде у аварийных бригад была возможность выполнить ремонтные работы. В старых домах, там где двускатные крыши, не только оборвались провода, но и рухнули сами стойки. Залезть на крышу для того, чтобы их там восстановить, обслужить крайне сложно. Поэтому сейчас совместно с Ростелекомом проговариваем варианты прокладки подземных кабелей, которые будут защищены от непогоды, от вандалов, будут надежные, будут удобные. На замену оборванных радиолиний необходимо определенное время. Поэтому глава призвал жителей набраться терпения. Мы понимаем, что процесс небыстрый, поэтому жителей просим набраться терпения. В любом случае радио восстановим практически во всех районах. Но там, где это невозможно по техническим причинам, будем предлагать какие-то альтернативные варианты. В настоящий момент разработан специальный график, и работы планируется завершить уже к началу сентября.